Злой человек, у кого в милости просит, того и поносит. Привет, я Даша, и сегодня я буду рассказывать о трёх своих блокнотах, которые я веду ежедневно. Вот так всё это выглядит. Собственно, это пятибук, мой личный дневник и журнал снов. Начну я, наверное, не знаю, с журнала снов. Я вообще не планировала его вести, но где-то с полгода назад я села, чтобы мне сбило в голову перечитать свой блог. Я наиболее интересные сны иногда туда выписываю, и я обнаружила, что они сбылись, при том через год. И тогда я стала сначала доносить в телефон сны и ставить, ну, чтобы можно было поиск, через поиск найти подходящий сон. Но всё-таки мне нравится в турке писать больше, и я тогда завела журнал. Это вот Eco Green Style, стиль. Он выглядит вот таким образом. Это тетрадь формата А5. В ней не тетрадь, а папка на кольцах, которые раздвигаются. Почему? Которые раздвигаются, чтобы я могла вставить лист. То есть, допустим, у меня что-то сбудется, или я узнаю примету, допустим, что труп – это к применению погоды. И чтобы я могла вставить лист и пояснить, что значит, этот сон сбылся, он или не сбылся. И вот как раз сейчас я показываю, собственно, подобные пометки. Как я ещё организовала? Ой, сейчас. Большое прощение. Значит, и чтобы быстро находить какие-либо сны, я их разделила пока на 5 категорий. Это работа, знакомые, почтовые ящики. Я не могу домой попасть. Это в одну категорию, потому что они, как правило, эти две вещи в одном сне. Конец света или война же. И сюжет. То есть, какой-то очень интересный сон. Соответственно, я показываю в ночь, с какого на какое приснилось. И в заголовке, и вот на это место приклеиваю клейкую закладку соответствующего цвета, расшифровку, которая есть на первой странице. Таким образом, я могу очень быстро найти сон в нужной мне категории. И иллюстрирую их, если есть возможность, фотографиями, которые я распечатаю на самом деле. К сожалению, они чёрно-белые. Вот такие вот дела. То есть, вот так я начала вести. Данную папку, этой фирмы, я никому не советую. Потому что листы очень тонкие. Рвутся очень быстро. Сама папка тоже какая-то кривоватая, косоватая. На мой взгляд, косой. И поэтому, всё-таки, я не рекомендую данную фирму. Вот. Следующий блокнот мой, это петибук. Виден таким образом. Такой очаровательный. Разрезе такой мятный цвет, который мне нравится. Тут есть закладочка. И кто не в курсе. На первой странице, на странице, допустим, 1 января, несколько строчек отведено под описание. То есть, задается вопрос. И на протяжении 5 лет можно помечать, что... Можно отвечать на этот вопрос. Да, мне не нравится петибук, кстати. Потому что я просто здесь очень странно встречаюсь. Прям каждый день. Потому что, вот хоть я очень дотошная. И люблю всё фиксировать, всё записывать. Но всё-таки каждый день для меня чересчур. И я, то есть, пропускаю по неделе, даже по две. И потом уже заполняю пропущенное одним махом. Если что-то забываю, то тут мне уже в помощь мой личный дневник. Так, мой личный дневник самый интересный. Иду я их со средних классов в школы. Данный дневник уже... Сейчас скажу, какой. 35-й отитраке у меня. У Литон Даколы. Сзади, таким образом. Кто подписан на меня в Инстаграме, я тут видел. Он раньше был достаточно такого личного типа. То есть, я рассказывала свои эмоции, что у меня происходит в жизни. Вплоть до отзывов на книги, на фильмы. Я могла смотреть фильмы, тут же писать, что вот такая-то ситуация. Я чувствую то-то по отношению вот к этому. Теперь же, когда появились там кинопоиск, блог, твиттер, лайфли, букмикс. Уменьшился размер, объем как-то... Уменьшилась моя писанина. Я заметила, что я фактически забросила дневник. И тут я подумала, почему бы его не сделать с замашками. То есть, лишний дневник с замашками ежедневника. К тому же, я подписана на канал Оксана Близнец. И у нее, она в конце 2014 года делала ряд выпусков, как своими руками сделать себе ежедневник. Несколько идей я взяла на заметку. И в начале месяца теперь вклеиваю кое-что в дневник. Сейчас я все покажу. Итак, начинается у меня дневник с моей фотографии. То есть, у меня каждый лишний дневник начинается с 1 января. И я его веду так, чтобы... Даже если я его не исписала до конца, 1 января это новый дневник уже у меня будет в любом случае. Но, как правило, я успеваю списать тетрадь. И даже бывает, что 2. Вот эту тетрадь я точно спешу уже. Крилля точно ее уже спешу, думаю. Итак, у меня есть фотографии. Я решила вклеивать. У меня была давно эта идея, но я ленивая. Вот. Ну, наконец-то я созрела и стала вклеивать фотографии. Ну, сделана в конце 2014 года, чтобы как можно ближе к действительности было, чтобы я могла впоследствии просматривая дневники и видеть, как я менялась. С предыдущего дневника. То есть в дневник я всегда вписываю афоризмы какие-то, притчи я собираю. Какие-то вот, может быть, даже полезные советы, рецепты, в конце концов, еды. И выделяю и записываю их отдельно по пасте, чтобы сразу найти. В общем, я просматриваю в конце года предыдущий свой дневник. Если, допустим, какая-нибудь афоризма мне все еще близка, все еще нравится, я ее переписываю в новый дневник. И таким образом, первые нуля заняты тем, что я переписываю в свой предыдущий личный дневник. Поэтому начинается, во-первых, с введения. То есть, кто такая, там мои какие-то данные биографические. И дальше идет то, что я переписала в предыдущей тетради. Я завела счетчик книг. То есть, ну и вообще сбоку выглядит личный дневник вот так. Это зажим, чтобы я могла быстро открыть новый раздел. Сразу в начале дневника, после того, как я переписала афоризмы и тому подобное, я выделила три листа, думаю, это будет мало. Я выделила потом еще. Для учета прочитанных книг, мне очень жаль, что я это не делала раньше, еще в дневниках, я присылала прятковый номер, номинование, автор, сроки чтения. И я сначала хотела по какой-либо пятибалльной или десятибалльной системе ставить ценки. Потом подумала, зачем, просто если я ставлю, если мне нравится книга, ставлю минус, если нравится, соответственно, плюс. Потому что, ну в основном же книга, она либо нравится, либо нет. Все остальное это деликатности. Далее я выделила место для учета моих шахматных партий, где пишется дата, сколько раз там выиграла, проиграла, ничья. И выше у меня есть расшифровка комментариев, то есть, почему я выиграла или проиграла, там сдалась, человек вышел из игры и так далее. И, собственно, статистика за предыдущий год. Вот таким образом. Далее у меня идет, я все-таки решилась, я и в том году хотела, передумала, я стала вести учет снятых видео. Пишу, когда сняла, когда выложила, порядковый номер и номинование. Я знаю, обычно пишут порядковый номер, а потом прочая информация. Но мне вот так вот вышло, я не сразу догадалась порядковый номер присваивать. Также я веду входящие и исходящие. У меня все письма пронумерованы. И когда мне приходят письма, я тоже делаю соответствующую запись, но уже не посваиваю номер. Вот. И, собственно, я вклеиваю картиночки. Настя, ты смотришь это видео, теперь ты знаешь, куда даются твои картиночки. И, собственно, вот что я вклеиваю в начале каждого месяца. Это полезные привычки, название месяц и год. У Оксаны Близнец данная таблица называется «Мои полезные дела». А, нет, «Мои любимые дела», но я терпеть не могу, когда употреблять слово «моё», «моё». Поэтому обозвала это полезные привычки. Также Оксана предлагает ставить галочку. Но мне не понадобится, как выйдет галочка. И сделана вроде таблица. Если её распечатать и воспользоваться текстовыделителем, то он как раз заполнит ячейку. Мне нравится, как это смотрится. И я уже к очень многому себя смогла приучить. Вторая табличка вот такого плана. Буква и обозначение – это то, что я хочу. Это, ну, где-то симптоматика, где-то ещё что-то. Вот маска для волос сделана. Высшая расшифровка идёт. Какой символ, что означает, вам я её и не покажу. Это секрет. Почему у меня выделено воскресенье? Потому что в этот день я хочу делать маски для волос. Но мне всегда не хочется это делать. Поэтому я выделяю данный день, чтобы как-то замотивировать себя, помогать. На этом всё. Это были мои три блокнота, которые я веду регулярно. Ведите их тоже. Я очень советую, это очень помогает как-то вот себя переосмыслить, понять себя и описывать себе полезные привычки. На этом всё. Я желаю вам мирного неба над головой. И вообще всё будет хорошо, без неприятностей. Я хожу за вами. Я не умею делать жест, поэтому не буду позориться. Я в вас попрощаюсь. С вами пока. Субтитры сделал DimaTorzok